Сохранение и отправка заполняемой формы. При заполнении формы ее можно сохранить на локальном компьютере, на веб-сервере или на SharePoint портал Services. Возьмем на моем компьютере одну из форм, ну пусть будет это форма собрания, форма повестка собрания, повестка дня собрания. В данном случае форма была сохранена на рабочем месте и она позволяет работать персонально. Естественно, по окончании заполнения формы ее можно сохранить в сети или в общедоступном месте. Сохранение формы в общедоступном месте вращает доступ к форме другим пользователям, а также ее совместный просмотр. Заполним форму. Цели. Участники. Ну и так далее. Добавить участника. Тут можно добавить Петров. Петров. Добавить участника. Иванов. И так далее. Докладчик. Накладчик у нас будет Сидоров. Вручение, кому назначено. Ну, выберем Петрова. Таким образом, мы заполнили форму. Теперь ее нам необходимо сохранить. Ой, забыл Петрову еще поставить срок исполнения. Ну, пусть будет это 24 октября. Теперь можем ее сохранить. Выберем файл. Сохранить как. Мы можем либо ее сохранить, либо отправить по электронной почте. Здесь, вы видите, адрес берется из формы. Если было бы несколько адресов, то было бы и здесь несколько адресов. Отправим. Ну, адрес выдуманный, поэтому системный администратор мне сообщил о том, что адреса такого нет. Еще раз выберем файл. Сохранить как. Ну, и сохраним его как повестка. Сохранить. Откроем мои документы. Посмотрим. Вот она повестка. 12.00. Вот она, эта форма. В случае, если мы опубликовали форму, а это мы делали, обратимся к опубликованной форме. Откроем ее. И заполним. Поставим дату отчета. Только я. Так, ну я частично уже здесь заполнил адрес электронной почты сюда. Опять выдуманная почта. Заполняем сводка. Участник рабочей группы. Проблемы. Файл. Сохранить как. Ну, и определяем место сохранения. Форма 33. Если мы напишем. 33. Сохранить. Таким образом, мы взяли базовый шаблон с веб-сервера и сохранили в своей библиотеке. Естественно, мы ее можем отправить как сообщение, указав, кому нужно. Таким образом.